За этими горами находится Дагестан, в той части уже Северный Кавказ, то есть Северная Осетия, а здесь конкретно Дагестан. В 50 километрах отсюда азербайджанская граница. Сама Лазарская долина, она простирается где-то по длине на 200 километров, 200 километров и граничит с востока с Азербайджана, уже заканчивается в Алванской долине, откуда, собственно, дорога в Тушетию. Вот это место самое широкое, можно сказать, около 40 километров и, конечно же, она очень красивая. Сейчас вот дымки, но все равно масштаб рассматривается. Когда-то, очень давно, миллионы лет назад, представляем, Каспийское море и Черное, Кавказ, это все было единым морем, доходящим до Сибири, до Алтайских морей. Но около 20 миллионов лет назад, как что-то, ученые начали подниматься в Каспийск, сформироваться. Сдвигаются плиты, поднимаются, как остров сначала образуется. Кстати, на этом островке жили иногда журахы, слоны, такие животные, субтропические. А затем Кавказ полностью вышел из-под Алтайских морей, образовались вот черные, кого я сказал. Здесь доказательством служит очень много ископаемых окаменелостей, таких, которые свойственны именно жителям океан, то есть вот всякие наутилусы, помпилиусы, разные доисторические рыбы и живот. Все это здесь вот находят, покаменелось. Друзья, мы находимся в замечательном месте с вами, на самом деле. Это монастырь, называется Бодбы, или монастырь Святой Нино, так еще называют. Я вам уже говорил, что Грузия христианскую религию принесла равноапостольная просветительница Грузии Нино. Ей было всего лишь 14 лет, когда она начала свое путешествие из Каппадокии, вот сюда, в Грузию. В начале четвертого лета поселилась Вамцхета, вот с этим гнистом зимнограйной лозы. Здесь много проповедовала, в результате этих проповедей царь Мириан, царь Цанана, уверует в Грузию, и сами крестятся, а также крестятся всю Восточную Грузию, Иберию. После того, какое-то время святая Нино остается Вамцхета, потом отправляется в горные регионы, там проповедуют, и в конце своего жизненного пути она отправляется сюда, вот в Кахети, у региона Восточной, чтобы здесь просветить язычных друзей, вот показатель истину. И вот здесь местечки Бодми поселяются, поселяются, здесь проповедуют, и здесь же она вот последние дни своей проживает, скажем так. Похоронили, похоронили святую Нино здесь, недалеко, вот в этом храме увидим ее место захоронения, специально такая могила. Вот, царь Мириан, узнав о кранчине своей любимой настоятельнице, учительнице, подъявляют траву, в больнице, как-либо, траву объявлены в Грузии, приезжают сюда, и царь Мириан захотел ввести тело Нино в Вамцхете, в храме святе Цховели, вот в этом величайшем храме, похоронили. Но произошло такое чудо, очень интересное, что не смогли никак поднять тело святой, и даже вот запряженные валами, повозками, никак не могла жениться с места. Когда было решено последовать, значит, последнему слову, последнее слово было похоронить его здесь, вот в этом месте, и было решено все-таки так вот последовать, и похоронили здесь. На объем могилы была построена небольшая деревянная церковь, вот, в которой впоследствии каменная базилика здесь же была построена, и вот такой храм, который мы сегодня видим. Это первый храм был освещен на имя Цитологии. Несколько раз он разрушался, в том числе персами, вот Шахаббас первый здесь разорил это место, но, вы знаете, вот могилу этой святой никогда не трогали. Все-таки знали, что это очень большая святыня, и, наверное, не обходили ее стороной. Когда сюда приехали уже русские экзархи, то есть я вам говорю, что в начале 19 века русская православная церковь отменяет независимость, так сказать, упраздняет независимость грузинской православной церкви, и здесь уже начинают править экзархи. Вот здесь это проявлялось тем, что многие земли были у монастыря отняты, переданы, так сказать, государству, чтобы можно было зарабатывать на этом, обрабатывать и деньги зарабатывать. Один слово, этот монастырь пришел в упадок, очень серьезный, и спас его фактически император Александр Третий, который путешествовал здесь, в Грузии, побывал у нас в Тархетии, в Сигнаре, очень был очарован самими видами, которые открываются, сравнивал даже со Швейцарией вот этот край, и когда он узнал, что такая святыня здесь находится и в таком запустении монастыря, он приказал срочным образом устранить все эти вот неполадки, и в течение года монастырь полностью был восстановлен, все сооружения обветшалые привели должный порядок, восстановили землю, вернули монастырю, и сюда, вот в этот монастырь, привезли из России, из разных губерний, 40 монастырей населения, и вот они здесь уже проживали, основали этот монастырь. И самая большая фишка, почему Сигнаре называют городом любви, так, кстати, его называют, вот так это афишировалось, сейчас мы про этим я покажу, здесь здание ЗАГСа, ЗАГС, который не просто так, а вот именно 24 часа в сутки он работает по сей день, и в любое время суток можно прийти, написать заявление, и через полчаса вы муж и жена, то есть вот такая вот очень интересная эта фишечка была, потом это все начало переариться, начали приезжать туристы из Европы, из Америки, и оказалось, что Грузия, то есть Джорджия это не только штат Америки, а еще и прекрасная страна, с древнейшей историей, культурой, замечательной кухней, то есть мир уже узнал о Грузии, как в очень интересном таком туристическом объекте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok